С первого стиха мы читаем. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Слава Господу! Вот посмотрите. Господь говорит здесь через апостола Павла, не всякому духу верьте, но испытывайте. от Бога ли или не от Бога? Вот что испытывать надо. Посмотрите, вот мы живем в такое время, когда человек говорит, вот так Бог говорит, или мне вот сказал Господь, или так говорит Господь, да Бог так говорит. Вы слышали такое? Очень часто можно сегодня наблюдать, когда человек говорит от имени Бога. Вот я помню, это конец 90-х годов, начало 2000-х. Не было такого, как сейчас. Я помню, какая-то книжка попала к нам в церковь, там был какой-то человек, он написал эту книгу, и в этой книге было заблуждение. Но оно было так построено умело, так было умело составлены тексты, примеры, вот такая книжечка, что многие люди поверили лжи, даже не заметили. И я помню, мне приходилось разжевывать, разъяснять, объяснять, что эта вещь, она не несет в себе истины, и ее нужно выбросить, сжечь в печь. И многие люди аж прямо, ой, как сжечь, как в печь? Нельзя, нельзя, это же, как даже боялись, эта книга для некоторых стала даже как святой. Но некоторые, некоторые глаза открылись, и они увидели, что да, правда, действительно заблуждение. Сегодня все иначе, сегодня невозможно вот так вот мне, как пастору, невозможно вот всех вас там предостеречь. Почему? Потому что такой свободный доступ в интернете. И ты заходишь в интернет, и там чего только нет. И вот даже в нашем церковном чате очень часто нет, нет, раз смотришь, кто-то видео какое-то кинул, чью-то проповедь, вот какое-то вот слово, послание какое-то. То есть много очень сегодня в интернете разных учений, разных проповедников, вот известных, неизвестных. Все снимают видео, все снимают трансляции, и очень часто можно слышать, вот мне Господь сказал, или так сказал Господь, или так говорит Господь. Апостол Павел, или простите, апостол Иоанн предупреждал. Нельзя верить всякому духу. Вот что такое дух? Мы с вами, люди, мы с вами являемся духовными существами. Согласны? Мы духовные, мы духовные существа, мы заключены в телесную оболочку, воплоти. Дух, человек, вот есть человеческий дух, есть еще другой дух, дух бесовский, а есть еще Божий дух, или мы называем его Святой Дух. И Библия, вот здесь вот, она говорит, испытывайте духов. От Бога ли они, или нет? То есть, что это значит? Это значит, что человек может говорить от имени Бога, раз, может говорить, как будто от имени Бога, но на самом деле нести дьявольское послание. А иногда бывает просто по-человечески. Он говорит, это его человеческая мысль, а он эту мысль выдает, как будто это Божья мысль. Вот вы понимаете, да, братья и сестры? То есть, нам нужно уметь учиться правильно распределять или определять и испытывать, от человека ли это, от Бога ли это, или это от дьявола. Поэтому он пишет здесь, Иоанн, много появилось лжепророков. Вот кто такой лжепророк? Лжепророк это человек, который пророчествует, который говорит от имени Господа, но при всем при этом он говорит ложь, ложно или заблуждение. Понятно, да, братья и сестры, друзья, вы поняли? Поэтому мы должны не всякому духу верить, то есть, не всякому посланию, человеку, говорящему от имени Бога, мы должны верить, но мы должны испытывать, проверять, от Бога ли, от Духа Божия ли это, или это от человека, от человеческого духа, или это от сатаны. И дальше во втором стихе Иоанн четко и ясно пишет, как это делать, то есть, как испытывать. И он показывает, смотрите, Духа Божия и Духа заблуждения, вот Духа Божия понятно, Дух заблуждения, я скажу, я объединяю их человеческий дух и Дух бесовский. И если человек говорит человеческую вещь, но выдает ее, как будто это вещь Божия, это заблуждение, согласны со мной? Другой вариант, когда человек может поддастся обольщению и через него может нечистый дух вещать или говорить, посылать какую-то мысль, выдавая за мысль Божию, то это тоже заблуждение. Поэтому здесь так мы объединяем, Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так, то есть конкретно мы можем узнать, от Бога ли человек говорит, или он говорит, находясь в заблуждении. Как? Смотрите, двоеточие. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. просто. Что это значит? Один человек мне говорит, а ты спроси у него, верует ли он в Иисуса Христа как Сына Божия и Бога? И вот если он так скажет, да, веруя в Иисуса Христа Сына Божия и Бога, Иисус является Господом и Спасителем, тогда можно ему верить, да? Так? Можно ему верить так? Если он скажет, я верю в Господа Иисуса Христа, я верю, Он Спаситель, Иисус Христос Бог. Можем мы ему верить? А что значит это? О! Смотрите, в данном случае слово исповедует не означает говорит. не означает говорит, что Иисус Христос Сын Божий пришел во плоти, потому что сегодня даже бесы могут такое сказать. Они тоже веруют и трепещут. Они тоже веруют, и они тоже могут сказать, ну, спроси, что это Иисус Господь, конечно, бес скажет, конечно, Господь, а кто? Я же знаю, что Он Господь. Значит, этот текст говорит в очень серьезных, но других вещах. А что же значит? Как же узнать Духа Божия? Что же значит всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа? Вот слово исповедует не в том понимании, как рассказывает, открывает. Слово исповедание или исповедует, есть два смысла. исповедует, как на исповеди открывает, а если исповедует, то есть, другими словами, Он следует какой-то религии или какой-то вере или каким-то убеждениям. То есть, я исповедую там евангельскую веру. Понимаете, да, в каком? Или я исповедую буддизм. То есть, это не в том смысле, что я исповедую Иисуса Христа, а я следую то есть, и здесь в контексте, если человек, который говорит вам именем Господа, пророчествует или говорит какое-то Божье послание, и он следует за Иисусом Христом, пришедшим во плоти, то есть, следует его учению, или даже, может быть, не все у него получается, но он соглашается с учением Иисуса Христа, тогда этот дух есть от Бога. Поэтому мы не должны сразу принимать, так говорит Господь, да, хорошо, спасибо, но мы должны поговорить с этим человеком, посмотреть, а что он, в каком учении он придерживается, потому что в этом он может говорить, как обманщики, как дьявол обманывает человека, он говорит чуть-чуть правды, а потом говорит много лжи. Поэтому мы должны испытывать, должны проверить, посмотреть, следует ли он учению Иисуса Христа, то он исповедует Иисуса Христа Господом, а крещение, а крещение говорит, да и детей можно крестить, учение ли это Иисуса Христа и апостолов? Нет, сто процентов, потому что мы, читая Евангелие, можем ясно, четко и ясно видеть, что крещение детей не является евангельским учением, не является учением апостолов. Все, ясно, четко, поняли, так, парень, я уже буду на стороже, извини, я теперь подумаю, что ты говоришь. Вот в таком формате мы должны испытывать людей. И дальше он, третий стих, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, то есть, который не следует учению Иисуса Христа пришедшим во плоти. Не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы услышали, что он придет, да и теперь уже есть в мире. То есть, этот дух уже есть в мире, и он вводит заблуждение. Поэтому нельзя брать вот что-то чуть-чуть, нужно смотреть в общем, следует ли этот человек, который говорит за Иисусом, следует ли он учению его. Понятно, да, братья и сестры? Поэтому, когда вы слушаете, да, хорошая проповедь, вот, но я вот недавно тоже так столкнулся, слышу, наткнулся на одного человека, такую хорошую вещь говорит, правильную, мне заинтересовался, что же это за проповедник, неизвестный, какое-то старое видео, мне так оно понравилось, так искренне, такое слово помазано, я начал его искать, ну, кто это? Я нашел его, нашел его фамилию, нашел, кто он, из какой церкви, и оказывается, что он принадлежит церкви, которая не верит в воскресение Иисуса Христа, не верит в ад. Представьте, да? И если углубиться еще, еще много каких вещей, которых он не придерживается. поэтому человек может говорить правильные вещи, но Библия, да, мы можем что-то взять, чему-то научиться, да, отделив мясо от костей, но тем не менее, мы должны понимать, что за всяким учением стоит определенный дух, либо это дух Божий, либо дух человеческий, или дух сатанинский, либо дух Божий, либо дух заблуждения, и чтобы нам не попасться на эту удочку, мы должны испытывать, испытывать, то есть проверять, следует ли этот человек учению Иисуса Христа, всему учению Иисуса Христа и учению апостола. Аминь, братья и сестры. Но еще, один служитель как-то сказал такую вещь, она мне понравилась, в беседе мы разговаривали с ним, и он говорит, знаешь, вот как определить истинного, истинного Божьего человека от человека, не истина Божьего, человека, находящегося в заблуждении. Вот вроде слушаешь, он все говорит правильно, вот все, все как бы вот четко, все ясно, а внутри вот что-то не то. Не знаю, бывало такое с вами? А внутри вот что-то вот, ну не то, ну вроде бы все правильно, ну думаешь, может я уже такой критик, уже думаешь, ну внутри что-то не то. И вот мне этот служитель как-то сказал, знаешь, а ты понаблюдай за этим человеком, посмотри. И если он, ты не видишь, если он не живет как Христос, если ты не видишь в нем Христа, то тогда будь осторожен. Вот смотрите, так интересная мысль, мы же читаем Евангелие, у нас есть представление об Иисусе Христе, какой он. Правда? Есть общая картина Христа у нас есть. Вот представьте, Христос, который вот решил физически, ну как бы, ну, свое тело укрепить. И он пошел и записался в секцию бокса. Вот вы можете себе представить такого Христа? Вот того, в кого мы верим. Ну как бы он, он как бы, он же не будет, он никого не ненавидит, нет, он ненависти никакой, злобы нет. Ну вот ему надо физически укрепиться, и он пошел записался в секцию бокса. Вы можете, такое может? Вот Христос одевает перчатки и бьет грушу, вы так представить можете? Или просто представьте, что Христос, а у него есть жена, дети, да, ну как вот я так образно говорю. И он пошел и своих детей в бокс отдал. Трудно поддается. Трудно поддается это. Я не знаю, но трудно. Или чтобы мой, мой Христос, которого я верю, носил оружие. Ну как бы оружие, ну как, ну оружие для самообороны. И Христос такой раз у него ствол такой раз здесь и он ходит. Верующий такой. Я говорю вам, почему? Потому что, потому что такая тенденция, она может, ну, разговаривая с человеком, он проповедует, он говорит какие-то вещи, а потом раз так в разговоре, у него так раз на тумбочку, он пистолет там этот, ну пневматический, но там раз, а что это у тебя, да, это, чтобы защитить себя там охрана. Так ты ж только что с кафедры проповедовал, что это, что Господь, защита моя, крепость там. То есть, вот эти слова, они меня насторожили. Посмотрите, вот представьте, наш Христос, скажите, он мог радоваться, а шутить? Шутить, как вы думаете? Конечно. Мы тоже с вами шутим, но вы знаете, он не был смехотворцем, он клоуном не был. Вы не можете себе представить Христа клоуна, который с утра до вечера развлекает публику. Вы не можете такого представить. Или Христос фокусник? Можете себе представить? Вот того Христа. И вот он собрал на горе всех и там хлебы и рыбки, и он эти фокусы показывает, с хлебами и с рыбками. Нет. Я не могу представить. Он не совершал фокусы. Мертвого Лазаря он воскресил. Там не было никакого мошенничества. Вот понимаете, мы всегда должны смотреть, если вдруг что-то нас настораживает, а похож ли этот человек на Христа? Ведь посмотрите, говорит, говори как, говори как, как слова Божьи. А сегодня в христианской среде очень часто можно слышать, я уже говорил об этом, заменители матерных слов. То есть они не матерятся, но такие заменители используют. А Христос бы стал бы так говорить? Вот просто представьте. Ну так в шутки, в шутки так вставить, и вдруг он там раз бросился там. Слово блин и начал использовать, ну не в не том формате, в котором... Он мог, как вот тут ваш Христос, который вы читаете, мог бы себе позвать? Понимаете, да? Я недавно прочитал в интернете, один пастор, но не у нас он, в Америке, он написал такой пост, говорит, братья, сестры, слава Господу, Евангелие нужно распространять, вот его нужно распространять, распространять Слово Божие до края земли. Хорошее, правда такое? Нормальное послание? Нормально. Вот Бог меня призвал распространять Евангелие до края земли. Хорошее послание? Слава Богу, молодец, брат. А что нужно тебе для этого? Для этого мне нужно самолет купить. Мне нужно купить самолет, чтобы на этом самолете быстрее передвигаться из края в край, из края в край. А у него уже три есть, оказывается. И стоимость самолета 50 миллионов долларов. И он, номер карточки там или расчетный счет, братья, сестры. Я смотрю, думаю, Господи, ну ты так никогда не делал, не сделал бы. Ну так бы ты никогда не сделал. И знаете, что меня удивляет? Что верующие люди лайкают. Они класс, молодец, да. Этот служитель выбрасывает фотографию, как он занимается боксом, и верующий лайк, 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 лайк. Нравится, 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 нравится. Вот что страшно. А здесь, он пишет, не всякому духу верьте, но испытывайте. От Бога ли они? Это его жизнь. Но то, что он будет говорить, мне уже не то, что сложно принять. Я буду принимать это с настороженностью. И я как пастор никогда не позволю человеку в таком положении говорить с этой кафедры к вам. Я буду защищать ее. Чтобы вы могли принимать то слово, которое от Бога. я не могу сказать, что вот у нас вот прям и тоже бывает, слышишь, братья проповедуют по-человечески. Можно увидеть. И сам ты слышишь и понимаешь, по-человечески говорю какие-то вещи. Бывает. Но мы должны к этому стремиться. Если мы проповедуем, поем, то мы должны и вещать Божье Слово, получить Слово, и передать Его, получить Слово и передать Его. Один тоже брат, он когда в мире жил, он так умел хорошо рассказывать. Знаете, вот так вот. Ля-ля-ля-ля-ля. Он так рассказывал. Как говорят, язык подвешен такой был он. У него не лежал, ни к небу прилипший, не такой, как, подвешенный такой. Да, Андрей говорит, дар убеждения, дар мошенничества. Такой сатанинский дар. Он говорит, рассказывал так, что сам верил, сам своим словам начинал верить. Ну, некоторые мамочки здесь присутствуют, знают, что у них дети тоже так рассказывали. И потом он уверовал, а он пришел в церковь, и, в принципе, он говорил очень правильные вещи, очень грамотно рассказывал, раскладывал какие-то библейские истины. Но даже и это не является там как таковым Божьим помазанием, потому что важно получить слово свежее от Бога и передать его. Вот что нам важно, потому что мы приходим сюда за хлебом, мы приходим сюда за свежей манной. Вы согласны? и этого мы должны искать. Конечно, мы дома ищем тоже, мы ищем каждый день, Боже, говори к моему сердцу. Бог по-разному говорит, это правда. Но иногда мы находим себе какой-то источник, находим себе в интернете каких-то любимых проповедников, слушаем их и не испытываем. И если мы слушаем и не испытываем, смотрим и не испытываем, у нас есть опасность. Какая? Впасть в заблуждение. Впасть в заблуждение. Поэтому мы должны все испытывать, следует ли этот человек за Иисусом. Похож ли он на моего Иисуса, которого я вижу в Евангелии. Аминь. Ну и конечно, мы сами должны стремиться быть похожими на Иисуса. Мы сами должны стремиться к этому. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Может быть, есть вопросы какие-то. Вменьши. Вменьши.